Пока здесь на пятой просеке неподалеку от дачи Головкина пустырь, но совсем скоро появится трехэтажная школа. Проект уже готов. Пятиметровая сцена в актовом зале, кабинет музыки с шумоизоляцией, медицинский и пищевой блок по последнему слову техники, кабинеты логопеда и психолога, несколько помещений под библиотеку с читальными и лекционными, тренажерные хореографические залы, противоскользящие полы и даже опорные колонны с антитравматическим покрытием. Для мальчиков – столярная и слесарная цеха, для девочек – швейный и кулинарный. Не школа, а фантастика. Несколько лет назад о такой можно было только мечтать. Кабинеты по 73 квадратных метра, спортивные залы с антитравматическим покрытием, лифты для маломобильных людей. Все продумано до мелочей. Жители Октябрьского района, одного из самых густонаселенных с нетерпением, ждут новую школу. Она поможет разгрузить уже существующее. Самарские дизайнеры, создавая проект, использовали опыт строительства самых передовых школ России, учли пожелания и родителей. Но в первую очередь позаботились о безопасности детей. Предусмотрели широкие пожарные проезды и охрану по последнему слову техники. Конечно, приятно, что нас слушают. Конечно, приятно, что нам сказали, что мы выберем цвет, что учли пожелания вплоть до ширины актового зала, то есть до сцены, до ширины. Естественно, конечно, танцующие, у кого девочки, так как у меня мальчики занимаются спортом дзюдо, нас актовый зал так не затронул. Конечно, для танцующих девочек это все, конечно, интересно. Но в первую очередь, что пожарная безопасность, что пожарные проезды будут, что будет видеокамера, что будет где-то хорошая входная группа с турникетами, с пропускным режимом, это максимально важно. Нам рассказали и показали. Это будет просто, конечно, фантастика. Современная школа, безопасная школа с удобными подъездами, с дополнительными услугами и для творчества, там актовый зал, спортзал, все. Ну, потрясающе. Мы очень счастливы, мы ждем, ждем с нетерпением нашу школу. Новое учебное заведение построят благодаря национальному проекту образования. Строительство новых школ и садов – приоритетное направление региона. Строители, которые приходят как подрядчики, их научили понимать, что вы строите для самого дорогого, что у нас есть, для детей. Поэтому должны применяться самые современные технологии. Это вот то, о чем вы говорили. Это бесшумное, бесшовное, бесскользящее и много-много другое. Новую школу планируют сдать уже 31 декабря 2020 года. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.